Самый маленький у нас самый младший На обратный путь заряда не хватит Стрелка топлива, ну заряда падает моментально Что за стоимость Ягуара можно купить два Model Y? Говорит, так 120 же разрешенная Выключил телефон из зарядки и выключил экран в электромобиле, чтобы не тратить зря энергию Пол пути уже пройдено Давно я на дороге с пустым баком не останавливался Походу у нас наметился аутсайдер Я не боюсь Если мы будем ехать в таком режиме и дальше, а до дома как бы чуть-чуть побольше И даже гаснет дисплей переднего пассажира Давай, до свидания Всем привет, друзья С вами Tesla Cars Беларусь И как обещали, что мы обещали нашему зрителю? Рэндж-тест кроссоверов, проверка дальнобойности Сейчас у нас Tesla Model Y Long Range Это европейская версия, вот только-только первые машины пришли к нам Да, Porsche Taycan Cross Turismo Сказал бы, Turbo Cross Turismo Ford Mustang Mac E с маленькой батареей, кстати, не с маленькой, а со средней батареей И новейший Jaguar I-Pace, модель 2021 года Который, кстати, обещает быть более дальнобойным, чем его первая версия, дорестайлинговая Вот и проверим Садимся в машины, у нас маршрут где-то 200 км в одну сторону и 200 км в другую Правило простое У кого села батарейка, тот остается, остальные едут дальше И по нему плачет эвакуатор Да Во всех машинах включаем экономичный режим движения В разрезе Tesla Model Y это режим Choo А в Porsche включаем режим Range В этом режиме ограничивается мощность, максимальная скорость, максимум 140 км в час И даже гаснет дисплей переднего пассажира В Mustang включаем режим Whisper Переводится как шепот Это значит очень спокойное и очень тихое вождение Мы надеемся, что режим Whisper это действительно самый экономичный Потому что слова Eco ни в каких настройках нет Мы бы с удовольствием этим воспользовались Ну давайте честно Априори самая дальнобойная машина в нашем тесте Это Tesla Model Y в которой мы сейчас и едем Обещанный запас хода 508 км Больше нет ни у кого Чем еще хороша Tesla? Тем, что у нее самая информативная система расчета запаса хода Но есть некоторые нюансы, о которых нужно рассказать Смотрите, вот здесь на дисплее вверху сейчас показывает запас хода 459 км Так вот, этот запас хода рассчитывается исходя из, скажем так, среднерассчитанного заводского расхода в 150 ватт на километр Либо Правильно, 15 кВт на 100 км Если у кого хорошо с математикой Но для того, чтобы узнать реальный запас хода и реальный расход электроэнергии Нужно смотреть вот сюда Вот эта вот линия Это и есть усредненный средний расход в 150 кВт Реальные Вот пики разгонов Где-то мы ехали с большим расходом Где-то с меньшим расходом Ну вот, кстати, сейчас при таком ритме движения Посмотрите, показывает Причем это запас хода реальный Вот если мы будем ехать в таком режиме и дальше Мы проедем вот 540 км Еще что удобно Тесла может показывать средний расход за последние 10, 25 и 50 км То есть просто переходишь по вкладочкам И смотрим, вот 155, 151 Вот смотрите, мы сейчас укладываемся в принципе в обещанный средний расход заводской Поэтому есть у меня ощущение, что победитель теста, если не предопределен То, ну, я практически уверен в победе Model Y Что еще удобно В начале каждой поездки Тесла обнуляет бортовой компьютер И вот мы видим Со старта проехали 31,7 уже десятых километра 23 минуты И средний расход 161 ватт на километр И вот этим данным вполне можно доверять Еще замечено, кстати Что электромобили в некоторой степени похожи на машины с ДВС Вот, во всяком случае, в Тесле при начале движения расход энергии немножко выше Машина стабилизирует климатом, прогревает либо охлаждает салон Прогревается, там, выходит на нужный температурный режим батарея И в итоге вот на первых, там, не знаю, 5-10 км расход немного выше Ну, а потом все это стабилизируется Расход падает и становится уже, скажем так, реальным Вот сейчас мы стабилизировали наше движение Едем 100, там, 105-110, где-то до 120 разгоняемся Вот у нас 156 ватт на километр И прогнозируемый запас хода 500 км еще Это при том, что 35 мы уже проехали Очень интересно, что там у Порше То есть, Форд и Ягуар более-менее нам известны Они уже участвовали в лонг-ранж-тестах Артур, прием Да, на связи Слушай, у нас сейчас средний расход 156 ватт Запас хода 479 км Что у тебя? У меня расход значительно больше 220 ватт И запас хода 388 км всего Давай, до свидания Хорошо смеется тот, кто смеется на финише гонки Мы звоним водителю Форд Мустанг Макье Дмитрий Вы слышите меня? А, отличный четко Ясный четко Слушай, хотим узнать Что у тебя сейчас с запасом хода И расходом энергии? Ну, если честно Я немножко в планике Потому что у меня уже 86% заряда То есть, мы отъехали совсем немного 11% у меня уже спалил И запас хода 286 км А какой расход я сейчас не скажу Потому что я аккуратный Водительский за рулем В трубочки не тыкаю То есть, ты за рулем не тыкаешь в кнопки, да? Не тыкаю Так, у тебя 286 запас хода 5,3 км на киловатт А, все 5,3 км на киловатт Окей Все, давай, пока Для тех, кто в школе прогуливал математику Переведем 5,3 км на киловатт Это означает около 20 кВт на сотню расход То есть, это на самом деле очень много Учитывая, что батарея у Форд Мустанг 68 доступных киловатт часов Ну, соответственно, можете посчитать Кто не может посчитать Сообщаю Около 300 км Ну, чуть больше 300 км Ну, а у нас тем временем пройдено уже 45 км Как я угадал, 45 км И при этом средний расход, видите, 153 ватта на километр По всем показателям получается, что у Теслы наиболее эффективно Не знаю, работают моторы Аэродинамика, батареи Вся управляющая электроника Короче, все работает на то, чтобы проехать как можно дальше Но при этом абсолютно не Абсолютно не обрезая себя в каких-то функциональных вещах То есть, мы едем с обычной скоростью С которой ехал бы любой водитель Знак 100, едем 100 Знак 120, едем 120 У нас первая остановка И первые такие промежуточные результаты Смотрите, интересная штука Вот сейчас запас хода 433 км И проехали мы 52 Итого получается 485 А когда выезжали из Минска, был запас хода 489 То есть, у нас практически ничего нигде не потерялось То есть, мы идем вот четко в прогнозе Соответственно, наш средний расход Вот и показывается 148 То есть, мы укладываемся полностью в нормативы Тесла Представим вам бы Диму Володко Это известный белорусский автомобильный блогер Ну, конечно, не такой известный блогер, как мы Но, тем не менее, да Мы решили его позвать в наш тест Чтобы он поездил на электромобилях Тем более, опыта у него нет вообще никакого Поэтому, во время движения Дима выключил телефон из зарядки И выключил экран в электромобиле Чтобы не тратить зря энергию Вот Дима рассказал В Мустанге это важно, понимаешь? Потому что Мустанг верен себе И едет как бензиновый И стрелка топлива, ну, заряда падает моментально Но это печально Походу, у нас наметился аутсайдер Да, у нас наметился лидер И наметился аутсайдер Хорошо, что нет официального дилера Вот у нас сейчас в стране Потому что кадры были бы грустные Мустанг на эвакуаторе Мы, короче, в движении Вот пообщались с Артуром Да, связались с Артуром Связались с Димой С тобой не связались Потому что это твой номер, не знаю Но Саша вы все знаете Это владелец Jaguar I-Pace Обновленный, 21-го года Ладно, что у тебя с расходом? Поделись промежуточными результатами 22 киловатта на 100 километров А запас хода прогнозируемый какой еще? Сейчас, 330, по-моему, остается Остается 330 И это с учетом, что у тебя батарея огромная 90 киловатт Ну, не такая огромная, как у некоторых Да Вот Ну, пока вот так Я в одном месте не дал обогнать нас Ладе, вообще-то Поэтому пришлось притопить А, ну, это ты правильно сделал Поэтому имейте в виду, если что, если не хватит Мы тебе дадим фору Дадим фору в киловатт Дарим тебе киловатт, короче Окей, все В нашем тесте определенное батарейное неравенство Самый маленький, у нас самый младший Это Ford Mustang Его батарея всего лишь 77 киловатт-часов Tesla не раскрывает нам объем батареи Но предполагается, что здесь порядка 82 киловатт-часа Jaguar в этом плане Имеет уже целых 90 киловатт-часов То есть уже определенное преимущество по батарее И самый заряженный, так сказать, у нас Porsche Taycan Здесь батарея 94 киловатт-часа Ну что, мы и выехали, скажем так, на вторую часть нашего маршрута Более энергозатратную Потому что здесь разрешена скорость 120 У меня на круизе выставлено 125 Ну и давайте, наверное, теперь посмотрим Что получается с расходом Но смотрите, за 25 километров Насколько изменилась сразу ситуация Да, уже за 21 даже километр Уже средний расход 215 ватт на километр И прогнозируемый запас хода 293 километра В принципе, все равно неплохо Только что сообщили по рации экипажу Porsche Taycan Что мы едем со скоростью 125 Вот там, где знаки 120 И Артур говорит, так 120 же разрешенное Явно уже начал бояться за то, что Porsche не доедет даже до Лиды С такой скоростью Продолжение следует... Прошел будем, в который надо бить Для вызова эвакуатора Когда у Мустанга сядет батарейка И пацаны бросят меня и уедут Итак, по крайней мере для Мустанга Пол пути уже пройдено Да, Рубикон пройден И назад дороги нет В том плане, что на обратный путь Заряда не хватит Ну, по крайней мере, компьютер показывает Что он сможет еще проехать 163 километра И с момента старта мы, кстати, проехали 166 километров Ладно, у 163 осталось У Мустанга, у Порше У Порше 235 У Ягуара 209 207 207, если быть точным И Тесла 260 километров еще запас хода Ну, не врет ли Тесла? Да, узнаем, не врет ли Мы это все проверим Но пока Тесла у нас идет на первом месте На втором Порше Ягуар третий И в аутсайдерах Мустанг Что, впрочем, было ожидаемо Только что батарейка показала Что ее стало меньше половины 47% Показывает, что я могу проехать 163 километра А до дома Как бы чуть-чуть побольше Поэтому Эвакуатор Люблю тебя Жду И уже сейчас буду звонить Чтобы мы с тобой где-то встретились Я не боюсь Я доеду Наши метки ну что мы доехали до гальшан результаты предварительные как предварительные промежуточные у Tesla Model Y осталось 209 км запас хода, у Porsche около 180 км, у Jaguar осталось 160 км, ну и в бедственном положении находится Ford Mustang Mach-E, у него там чуть больше 100 км, точка невозврата была у нас пройдена еще возле мельницы, вот оттуда уже Ford Mustang не мог вернуться домой без дозарядки, без вариантов не знаю как у остальных, но у Tesla Model Y на гравейке вырос расход энергии, если по асфальту, вот уже по этим дорогам медленным более, он был в районе 160-150 км, то как только съехали на гравейку, начал расти, расти, расти и вырос до 190 и даже 200 ватт на километр но сейчас мы выйдем на асфальт, я думаю все будет опять в норму придет а вот Taycan никак своего водителя лишний раз не беспокоит, то есть он никаких пиков, никаких графиков не показывает, он просто стабильно показывает, что в среднем мы расходуем 220 ватт на километр и едем спокойно, зато он показывает почти тот же запас хода в 180 км, ну конечно чуть меньше чем Model Y, но зато тут батарея 94 кВт-часа против 80 не могу уже отвлечься, постоянно сижу и смотрю на этот километраж, когда у меня остается восьмая четверть бака в ДВСе, ноль вопросов, еду, а тут вот не отвожу взгляд начинаешь в этой всей ситуации, когда у тебя остается 50 км в батарейке, ненавидеть горки, ненавидеть обгоны начинаешь переживать, у нас low battery, 48 км, твою мать горка, сейчас мы не доедем, я тебе гарантирую, мы не сможем рекуперация, работай давай! Я сейчас стараюсь ехать в воздушном потоке iBase перед нами, и мне кажется, что, во-первых, Саша волнуется и переживает, я прямо у него на хвосте, а во-вторых, мне кажется, это действительно работает такая сводка с фронта, сейчас показывает 38 км, мы проехали уже чуть больше 300 км, рейндж показывается честно, сегодня утром на 97% батарейки было 340 км пробега, все классно, ноль вопросов мустанг едет недалеко, но честно, мы, правда, выключили кондиционер, мы выключили музыку, единственное, что я телефон заряжаю а вот Тесла позади нас едет, и тут только нецензурные брани, потому что запас хода там большой, Паша точно попадет сегодня домой, причем развезя всех еще коллег по домам ну и кондиционер, музыка, я думаю, что он там даже танцует, зараза Давно я на дороге с пустым баком не останавливался, 2% батареи, 9 км, и причем батарейка сжется максимально быстро, на скорости больше 100 Я впервые еду на автомобиле с пустым электрическим баком Мы на парах электричества доезжаем, я уже вижу Минск, но мы до заправки не доедем А вот Вот что у нас происходит Почти 2 км назад мне автомобиль сказал, что у меня 1 км Машина, в принципе, может ехать сейчас и быстрее, но я не насилую ее, потому что 0 км мы реально на парах, последних парах электричества едем И вот уже наш не очень довольный эвакуатор, потому что мы не очень красиво встали Вот и стал я пешеходом, благо до Минска тут недалеко Пацаны нас уже бросили, побежали Ну что, один герой у нас уже выбыл, ну в общем-то как и предполагалось, сюрпризом это ни для кого не стало Минстанг самой маленькой батареи, среди всех участников Ну а у нас все круто, у нас еще 105 км запас хода И средний расход, вот смотрите за всю дистанцию 160 ватт Слушайте, ну нельзя не порадоваться за результаты Тесла, реально Мы за сегодня проехали 365 км Вот расход у нас средний 158 ватт на километр И еще запас хода 77 км Так, прибавляем, получается, что Тесла проедет почти 430 км Чем хорош электромобиль, да? Что даже когда ты его выезжаешь почти до самого конца, да До сухой батареи, он не засасывает со дна батареи всякие грязные электроны и мусор Ну что, финиш на нашей базе Каким-то чудом три машины из четырех доехали И еще даже запас хода остался Да, у Ягуара, Саша сказал, оставалось 30 км Он, кстати, стал тут у нас на зарядку Подкинуть еще буквально там пару каких киловатт, чтобы доехать до дома Ягуар занял в итоге почетное третье место Да Потому что серебро у Porsche Taycan Turbo Cross Tourism У него еще осталось на 52 км Ну и первое место заслуженно и предсказуемо занимает Тесла Model Y Да, я бы еще сказал, что за стоимость Ягуара можно купить 2 Model Y А за стоимость Cross Tourism можно купить 4 Model Y Поэтому выбор очевиден Буквально недавно на канале вышел наш эпичный тест, где мы толкали геометрию Range Test вместе с Тесла Model Y, где она буквально 15 км проиграла Model Y Да, напомним, что геометрия C проехала 370 км до полной разрядки аккумулятора А у Тесла Model Y оставался запас хода около 15, ну пускай 20 км То есть Тесла проехала бы 390 км, но мы ехали со скоростью 120 км То есть если сейчас прокоррелировать эти результаты с сегодняшними, получается, что на втором месте была бы Джили Геометрия C, она бы обошла и Тайкан, и Ягуар, ну и тем более Мустанг И что самое интересное, наверное, результат был бы у Джили Геометрии еще лучше Потому что тогда мы ехали 120 км, а в этом Тесле мы ехали все-таки гораздо медленнее Поэтому нам остается сказать, что все еще впереди Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, и мы еще сделаем еще больше классных тестов Спасибо за просмотр!